Можно ли вы по этому телефону? Подсудимый самый молчаливый участник этого процесса. Изредка робко отвечает на вопросы судьи. В это время его адвокат и прокурор активно допрашивают свидетелей, которые были участниками задержания 24-летнего нижнекамца. Под стражу его взяли в феврале этого года за сбыт наркотических средств путем оборудования тайников закладок. Информация была по ним? Что за информация? О том, что данный гражданин занимается незаконным оборудованием наркотиков именно путем закладок. При обыске у подсудимого был обнаружен телефон. В нем фотографии с координатами закладок. Позже в этих тайниках оперативники обнаружили свертки с наркотиками. Запрещенные вещества нашлись и в квартире подсудимого. Были обнаружены наркотические средства сверху, потом зип-пакеты, по-моему. А где обнаружены? На кофе. Потом, вот точно помню, прямо в памяти заложилось, на холодильнике наверху был диплом с остатками наркотического вещества. То есть, ну, от пленей было. Исследования подтвердили, изъятыми веществами был мефедрон общей массой более 20 грамм. Молодому человеку было предъявлено обвинение в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Всего на его счету 15 эпизодов. Данное преступление является уголовно наказуемым и предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Если вина подсудимого будет доказана, его ждет реальный срок. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Максим Липин. Новости НТР.